Угары, хлопки, отравления и смерти – все это результаты отсутствия контроля, считают участники совещания по вопросам безопасности. Три года назад услуги по техническому обслуживанию были переданы в конкурентную среду. Вот только отпустив в свободное плавание такую стратегически важную проблему, никто не задался вопросом – наличие контроля. Потому-то и статистика несчастных случаев день ото дня все страшнее. Если в прошлом году у нас было за весь сезон 500 случаев отравления угарным газом, то с начала этого года уже 300. В свою очередь представители компаний согласны необходимо навести порядок в вопросе технического обслуживания. Тем более так долго бардак в этом вопросе длиться не может. И рано или поздно. Газоснабжение будет всегда. Государство всегда нацелено на повышение благосостояния наших граждан. И кто бы там ни был на этом рынке, оно в любом случае наведет порядок. Я вас призываю навести порядок нашими руками. Мы все имеем высшее образование, имеем большие газовые хозяйства. И я думаю, мы способны навести порядок Южно-Казахстанской области в части обеспечения безопасного пользования газом быту. Ненавидел мы, зайдет государство, разберется и наведет порядок. Но это будет, скорее всего, без вас или без нас. Представители компании, участвовавшие в совещании, согласны, больше так продолжаться не может. И давно настала пора сесть за стол переговоров. По закону потребители не имеют права пользоваться газом, если не заключили договор на техобслуживание. Это гарантия безопасности. И хорошо, что нас пригласили, чтобы вместе сесть за стол переговоров. Хорошо было бы, чтобы функции контроля за нашей деятельностью осуществлял Каз-Трансгаз. И хотя во время переговоров отдельные участники совещания высказали сомнения, меморандум о сотрудничестве таки подписали. Копии документа будут храниться в отделе ЖКХ и в управлении ПЧС. Более того, теперь раз в две недели решено встречаться за круглым столом, на котором и будут обсуждаться спорные моменты. А в ближайшие дни будет создана единая база абонентов, заключивших договоры на ТО ВДГО. Это позволит не только отследить тех, кто пользуется газом, не имея этот договор, но и избавиться от мошенников. Ведь теперь услуги населения будут оплачивать только на основании договора и квитанции в отделениях Каз-Почты или банков второго уровня.